Добрый день, уважаемые студенты! Мы продолжаем изучать предмет социология-политология. И сегодня я вам предлагаю лекцию номер 13, которая называется «Государство и гражданское общество». В данной лекции мы рассмотрим следующие три вопроса. Первый – это развитие представлений о гражданском обществе. Второй – это структура и функции гражданского общества. Третье – это гражданское общество и государство, взаимосвязь и взаимодействие между ними. Итак, давайте приступим к изучению первого вопроса – развитие представлений о гражданском обществе. Вообще, когда говорят про гражданское общество, то в основном ассоциируют где-то начало 21-го, и, можно сказать, первую половину 20-го века. Но на самом деле, вот истоки гражданского общества, они, точнее, изучение гражданского общества идет еще с глубокой древности. Но, конечно, если мы говорим о самом понятии гражданского общества, то это принадлежит таким великим философам, как Аристотель, Монтескье, Маккиавелли, Джон Локк, Томас Гоббс, Эммануил Кант, Гегель, Бердяев и другие. Ну вот, в частности, например, учение о гражданском обществе мы встречаем у Аристотеля. Аристотель говорил, что государство – это естественный продукт, так как оно отражает интересы полиса. Полис, напоминаю, это город-государство, которые были развиты в Греции. Было множество городов-государств, которые были по-своему независимы. Население само избирало органы управления, принимали решения и так далее. И вот вы помните, да, Аристотель человека называл политическим животным. И он говорил, что жизнь человека, она неразрывно связана с гражданским обществом и государством. Ну, согласно Аристотелю, гражданское общество – это совокупность политических граждан, а государство – как политическое общение граждан. И с точки зрения Аристотеля, он выделял два типа политических людей. Первый – это те, кто принимает участие в выборах, и те, кто занимает должности. И Аристотель говорил, так как человек, не имеющий собственности, не может быть добродетельным, то есть он не может быть полноценным гражданином. Таким образом, по мнению этого философа Великого, основой гражданской свободы, основой гражданского общества является частная собственность. Ну, кстати, вообще частная собственность, она даже в наши времена, во многих демократических странах, это вот основа основ. Частная собственность. Следующим, кого мы можем обозначить, это был Гоббс. Он первым, кто употребил в политической науке термин «гражданское общество». В том смысле, которое мы сейчас имеем в виду. Но если изучить его труды, то он гражданское общество ассоциировал, отожислял точнее, с государством. Томас Гоббс был знаменит своим трудом «Левиафан». И вообще он создал гимн государству и гражданского общества он выводил лишь для того, чтобы, как он говорил, высветить то, что должно подчиняться этому великану, Левиафану. Вот. Томас Гоббс говорил, лишь государство приводит к разуму, к миру, к безопасности, к богатству. Вот. И именно вот эти вот факторы, они приводят к цивилизованной упорядоченности, на основе права он говорил. И всякое отступление от последнего ведет к болезни государства и даже к его падению. Яркий пример такой может служить, например, Римская империя, да, которая не соблюдала данные устой. Вот. Дальнейшее уточнение понятия гражданского общества относится уже к Джону Локу. Вот. Он говорил, что основы гражданского общества составляют частная собственность. Видите, тут с Аристотелем, да, совпадает. И для Джона Лока частная собственность, она священна и неприкосновенна. Как он говорил, люди, объединяясь в государство, преследуют главную цель сохранения их собственности, которая есть основа создания государства. Вот. Ну и Шарль Луи Монтеские, французский философ-мыслитель, он говорил, что гражданского общества есть четвертая ступень человеческой истории после естественного состояния, семьи, общества героического времени. И вот по мнению данного философа, гражданское общество есть общество вражды людей друг другу и как таковое превращается в государство. То есть орган насилия для предотвращения вражды между гражданами. Вот. Таковы основные исторические вехи становления учения о гражданском обществе. Переходим к освещению второго вопроса. Структура и функции гражданского общества. Вот. Ну, важно понимать, что гражданского общества возникает тогда, когда существует демократический режим. Вот. То есть существует зыбкое равновесие между гражданским обществом и государством. И тогда возникает, если точнее, вот это равновесие, оно будет нарушено, это может привести к созданию авторитарных государств и к жестокости. Поэтому, что можно сказать, что гражданское общество, оно представляет своего рода социальное пространство, в котором люди взаимодействуют в качестве независимых друг от друга и государства индивидов. Вот. То есть, имеется в виду, в гражданском обществе сами госорганы не должны вмешиваться в жизнь граждан. Граждане, как свободные субъекты, да? Они могут создавать свободные ассоциации, какие-либо религиозные, политические корпорации, купеческие гильдии, кооперативы, профсоюзы и так далее. Во-вторых, в гражданском обществе права человека, они поддерживаются государством, вот. А права гражданина поддерживаются правовым государством. Вот. Ну, вот именно соблюдение человека, это очень главный фактор в развитии гражданского общества. Следующим важным элементом является то, что в гражданском обществе, как я уже упоминал, важны идеи индивидуальной свободы и частной собственности. Вот это самое главное, да? Вот. Ну, четвертое, гражданское общество предполагает создание защитных мер для своих граждан. Вот. В этой связи гражданское общество, оно проявляется в таких трех важных сферах, как экономическая сфера, политическая и духовная. Ну, экономическая сфера, тут в чем она проявляется? Тут существует многообразие, да? Производственных объединений и организаций. Такие, как, например, трудовые коллективы, кооперативы, товарищества, предпринимательские ассоциации, семейные объединения. Вот они свободно действуют, но, конечно же, в рамках закона должны действовать. В политической сфере тут действуют различного рода политические партии, движения, гражданские какие-либо инициативы, ассоциации и так далее. В духовной сфере это проявляется прежде всего в том, что также могут свободно развиваться какие-либо культуры, наука, да? Вырабатываются новые какие-то научные теории. вот. Вот. Таким образом, таким образом можно сказать, что гражданское общество реализует себя при нескольких условиях. Конечно, первое условие, как я уже говорил, это наличие собственности, да? Вот. Второе условие это многообразие социально-политической общественной структуры. то есть это деятельность, свободная деятельность политических партий, ассоциаций, каких-то групп. Вот. Между ними определенная конкуренция, да? Третье это развитие личности. Вот. Активное, сознательное участие ее в общественном самоуправлении. Вот. Таким образом, что можно сказать? Что гражданское общество, оно защищает интересы своих граждан удовлетворяет их потребности. Вот. Поэтому развитие института гражданского общества, это является очень такой важной вехой в истории человечества. Конечно, не все государства дошли до этого состояния, хотя, безусловно, например, в конституциях некоторых стран указаны права человека, их соблюдение и так далее. Вот, например, можно сказать о сталинской конституции в СССР 30-х годов. По содержанию она, конечно, как говорили тогда, была самой демократичной в мире, но на самом деле много что не соблюдалось, да? поэтому вот такие происходили разрыв между теорией и практикой. Переходим к освещению третьего вопроса. Это взаимосвязь между государством и гражданским обществом. Ну, как мы уже говорили ранее, под гражданским обществом или обществом граждан, да, как иногда говорят, принято понимать совместные коллективные действия людей в сфере не их частной, а публичной, то есть общественной жизни, причем в условиях, когда она перестает быть монополией властных элит, как традиционных, так и современных. Вот, ну, ну, вот, например, в странах Европы, в странах Европы люди могут создавать какие-либо ассоциации, да, ну, не только в странах Европы и на постсоветском пространстве, но, конечно же, в некоторых странах существует определенное ограничение, да, вот, то есть, если кто-то, какой-то там протест свой, недовольство, он может выйти в свободное шествие, какие-то митинги, вот, в некоторых странах власти стараются это контролировать, вот, конечно, под видом свободных шествий, митингов могут действовать действительно и деструктивные какие-либо элементы, поэтому в некоторых странах существует закон об организации вот этих митингов, шествий и так далее, да, правовое государство и гражданское общество это две стороны одного и того же социально-исторического явления, то есть, развитого индустриального и постиндустриального общества. Вообще, если вот так вот в историю посмотреть, то, вот, мне кажется, все-таки с эпохи, завершения эпохи феодализма в странах Европы, вот такие вот происходили подготовка к буржуазным революциям, то есть, народ уже был недоволен вот этой властью, властью церкви, властью феодалов, были даже, вот, например, в той же самой истории Германии вольные города, да, которые, у них было самоуправление, ну, конечно, если они попадали под власть феодалов, то тут ни о каких свободах уже не могла идти речь, но, тем не менее, вот, например, Великая Французская революция, она же происходила под девизом равенства, братства, да, вот. Далее, правовое государство, оно вполне можно, его рассматривать, своего рода, как институт гражданского общества, гражданского общества, ведь государство, в конечном итоге, является средством удовлетворения определенных потребностей граждан, без которого немыслимо существование гражданского общества, как такового. Ну, в своем развитии, конечно, современные гражданские общества, наблюдая, наблюдали два таких этапа, вот, политологи выделяют, это первый этап начинался с развития правового, гражданского общества, которое подразумевает становление рыночной экономики, гласности, свободных СМИ. Ну, вообще, вот, рыночная экономика очень важная, да, так сказать, характеристика, такая, предтеча гражданского общества, потому что, все-таки, рынок, субъекты рынка, они сами определяют те, можно сказать, законы, по которым они будут жить, то есть, нету такого диктата сверху, да, гласность, например, в политической жизни, она подразумевает под собой свободу слова, высказывание своих идей, создание политических партий, свободных СМИ, тоже, вот, свободные СМИ, ну, вот, если вот мы говорим о такой стране, как США, там, честно говоря, иногда доходит до такого абсурда, что, вот, эта свобода СМИ, даже свободные СМИ, они на странице своих газет могут выставлять карикатуры на своего лидера и так далее, понимаете, и это им не запрещается, то есть, это для нас немножечко это кажется такой дикостью, а для них это вполне естественные вещи, вот. Ну, и второй этап становления гражданского общества, это утверждение развития социальных уже институтов, вот. Далее, ну, и, конечно, человек через систему этих институтов и связей создаются условия для реализации каждым гражданином своих творческих, трудовых возможностей, которые обеспечивают плюрализм мнений, личные права и свободы. Вот. Ну, в целом, можно сказать, то, что внутри гражданского общества вот эти различные сферы политическая, экономическая, культурная, они взаимосвязаны, еще раз напоминаю, да, то есть, например, в экономической сфере это действуют свободные производители, фирмы, организации, рынок, свободная конкуренция, ну, безусловно, где-то и государство это все частично контролирует, да, в сфере политики, еще раз напоминаю, это свободная деятельность политических партий, организаций, оппозиция, да, вот, сменяемость власти и так далее, и с точки зрения культурной жизни, здесь, как бы, свобода совести, нравственность, высокая духовность и так далее, и вообще, вот, вот в республике Казахстан, да, в чем проявляется вот эти вот проявления гражданского общества, то есть, люди свободно могут создавать какие-либо, ну, спортивный клуб, например, магазин, какой-нибудь клуб по интересам, да, то есть, в советское время это запрещалось, нельзя было, сейчас у нас разрешается, но, безусловно, в мире нету на 100% гражданского общества или на 100% правового, да, вот, поэтому, конечно, вот элементы гражданского и правового государства, они очень важны, особенно для современных демократических стран. Таким образом, мы подходим к завершению лекции государства и гражданского общества, и для вашего внимания я предлагаю четыре вопроса для закрепления. Первый вопрос, что вы узнали об историческом развитии представлений о гражданском обществе? Второй вопрос, какова структура и функции гражданского общества? Третий вопрос, в чем состоит взаимосвязь государства и гражданского общества? И четвертый вопрос, каковы особенности развития института гражданского общества в современном Казахстане? Итак, лекция подходит к концу. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...